МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Реальность на телеканале Репортер 73. Каждый день вечером утра мы рассказываем о значимых событиях нашего региона. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Взрывоопасные выходные. С момента первых сообщений о пожаре прошел примерно час. И сейчас на месте здесь работают все экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Неизвестно сейчас и что стало причиной возгорания. Пожар в Дальнем Засвияжье ликвидировали в ночь на воскресенье. Дом «Милый дом». Начинается с того, по какой цене приобретается жилье. Поскольку это все предусмотрено проведение конкурсных процедур с определением начальной цены, вот начальную цену специалисты Ульяновской торгово-промышленной палаты и определяют. Как решается вопрос с предоставлением жилья детям-сиротам. Город, который не сдался. Сначала воспитывала. Сначала детским домом. У меня мама умерла от голода. В 42 феврале Папа в ноябре погиб. Под обстрел попал тоже в Ленинград. Ульяновск вместе со всей страной отметил 80-летие снятия блокады Ленинграда. Громкий пожар ушедшей недели. Ликвидировать возгорание на складе оптово-розничной строительной фирмы в Дальнем Засвияжье удалось лишь в воскресенье. Сразу после возникновения огня в числе первых на место происшествия прибыла наша съемочная группа. Хронология событий далее. С момента первых сообщений о пожаре прошел примерно час. И сейчас на месте здесь работают все экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Неизвестно сейчас и что стало причиной возгорания. Эпицентр пожара – складские помещения на улице Хватково. По словам очевидцев, давно неэксплуатируемые. Предварительно удалось установить, что в загоревшейся постройке хранились порядка 40 баллонов с жиженным газом, которые и стали причиной пятничной канонады в Дальнем Засвияжье. К моменту прибытия экстренных служб взрывы уже отгремели. При поддержке Росгвардии сотрудники МЧС отцепили очаг возгорания и приступили к тушению огня. Происходило горение на площади 8 квадратных метров. 17.22 – локализация открытого горения. Всего к тушению пожара привлекалось 66 человек и 17 единиц техники. Из них от регионального МЧС 51 человек и 12 единиц техники. Сейчас догорает, соответственно, здесь остатки с резервуара газа, который находится. И в ближайшее время, думаю, пожар будет локализован. Хотелось бы всем сказать спасибо огромное пожарным. Хотелось бы сказать всем, кто оперативно выехал на место. И самое главное, чтобы мы не допустили жертв. Это очень важно. Остальные последствия по мере работы лаборатории пожарной будут известны причиной. И я думаю, что остальные органы уже разберутся. Догорал склад еще сутки. Пламя перекинулось на подземные резервуары. Специалистам МЧС пришлось дожидаться полного выгорания топлива. Собственника бизнеса установить удалось, однако он свою причастность к сгоревшей постройке отрицает. Соблюдалась ли пожарная безопасность, предстоит выяснить в прокуратуре. В ходе надзорных мероприятий анализируются вопросы исполнения руководством хозяйственного субъекта. Владельца склада, на котором хранились баллоны емкости со сжиженным газом, требуя пожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка полноте мер, принятых контрольно-надзорными органами профилактики аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. Справиться с пламенем удалось лишь в первом часу ночи 28 января. Антон Кузьмин, Максим Архипов, репортер 73. Пожар унес жизнь 13-летнего подростка. 26 января на улице Молодежной в селе Мордова Сенгелеевского района на кухне в одной из квартир жилого дома произошло возгорание. С огнем справились еще до прибытия пожарных, но, к сожалению, благополучным исход назвать нельзя. Жертв избежать не удалось. Пятничный вечер обернулся трагедией в селе Мордова. В квартире жилого дома загорелась кухня, предположительно из-за неосторожных действий при использовании открытого огня. Как альтернативный вариант рассматривается версия неисправности электрооборудования. Усугубила ситуацию совокупность факторов. Отделка помещения высокотоксичным материалом, обыкновенные пластиковые панели, продукт горения которых приводит к тяжелому отравлению и летальному исходу. Также в квартире отсутствовал автономный дымовой пожарный извещатель. В результате два человека получили травмы, один погиб. Данная семья являлась многодетной, и по требованиям установленных правил противопожарного режима жилое помещение должно было быть обеспечено автономным дымовым пожарным извещателем, который своевременно мог бы и способствовал своевременному обнаружению пожара и оповещению находящихся в нем жителей. Однако данного не случилось, и наступили столь трагичные последствия. Возгорание успели ликвидировать еще до прибытия пожарных. Но 13-летний подросток успел надышаться токсичными продуктами горения. К сожалению, спасти ребенка не удалось. По данному факту, Ульяновским следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается. Также в тяжелом состоянии в областную детскую больницу доставлен ребенок 2021 года рождения. За его жизнь борются медики. Бюрократическое издевательство. Так назвал Владимир Путин предоставление сиротам негодного жилья. В каждом регионе проблема упирается в экономику, финансирование и сам принцип получения жилплощади. Если в областных столицах среди застройщиков присутствует конкуренция, качество жилья более-менее приемлемое, то в муниципальных образованиях свежепостроенные малоэтажные так называемые карточные домики превращают сиротскую мечту о собственном доме в очередной кошмар. Пример – село Большое Нагаткино в Ульяновской области. Жалобы на дом, отстроенные специально для уязвимой категории, превысили все разумные пределы. Регион наконец-то решил покончить с наболевшей ситуацией. Владимир Голубец – сирота. С Ульяновском связал свою судьбу, начал здесь учиться и строить свое будущее. Сначала вопрос с жильем, решить которое удалось спустя 10 лет. Ребенок – сирота, без особых притязаний, и говорит, что выданной вторичке жить можно. Правда, 10 лет все-таки многовато. Мебели, соответственно, нет. Это, в принципе, понятно. А в остальном, в принципе, все удовлетворяет. Ванная комната, уборная, кухня, есть газовая плита. Такие мелочи, которые изначально нужны человеку, чтобы, например, соответственно, обустраивать свою семью, если так просто. А потом уже, соответственно, уже закупаться мебелью. Вопрос жилья для сирот регион решает по-новому. Во-первых, запрет на многолетние сроки ожидания. Во-вторых, никаких карточных домиков, когда очередников селили в так называемые целевые дома, качество постройки которых превращалось в бытовой кошмар. Без батарей и с худыми крышами. Мы очень плотно следим за этим вопросом. И совместно с органами власти мы сейчас пытаемся решить даже в индивидуальном формате такие дома. Выезжаем на эти проблемные объекты, предлагаем какие-то пути решения. По всем домам, по которым мы обращались в это агентство, которое занимается данным вопросом, и в правительство Ульяновской области. По многим из них возбуждены уголовные дела. По остальным, где возбуждены дела, проведены экспертизы были. Отныне порядок следующий. Жилье для сирот приобретается только в крупных населенных пунктах, что минимизирует процесс их социальной адаптации. И без участия недобросовестных застройщиков. Очередь нужно оперативнее сокращать. В 2023 году выделено 485 миллионов рублей, 407 из них средства регионального бюджета. 78 – федеральное софинансирование. Приобретено 197 квартир. 318 детей-сирот уже исключены из списка нуждающихся. На очереди еще около 2000 человек. В конце 2023 года правительством Ульяновской области была принята программа полного погашения очереди на получение квартиры, которая рассчитана до 2030 года. В соответствии с ней, для достижения цели полной ликвидации очередности, в 2024 году мы должны передать детям-сиротам 352 жилых помещения. В конце 2023 года в Ульяновской области введена система жилищных сертификатов. Безналичный расчет исключает посредников и нецелевое расходование средств. Само жилье предприемкой проходит ряд экспертиз качества. Начинается с того, по какой цене приобретается жилье. Поскольку это все предусмотрено проведение конкурсных процедур с определением начальной цены, вот начальную цену специалисты Ульяновской торгово-промышленной палаты и определяют. Социально уязвимые категории граждан, к которым относятся и дети-сироты, должны чувствовать внимание власти и, конечно, оставаться под защитой закона. Впервые за долгие годы Ульяновский регион решает задачу комплексно. Качество жилья отвечает требованиям новоселов, а сама очередь имеет тенденцию к полной ликвидации. По последним данным Росстата, население Ульяновской области составляет почти 1 миллион 200 тысяч человек. За сухими цифрами статистики чаяния и надежды. Свои проблемы, порой незаметные, в масштабах всей области, но наболевшие, порою требующие незамедлительного вмешательства власти. Прямой диалог возможен, не разово, системно. Практика личного приема в регионе эффективность подтверждала не раз. Как в частном порядке решаются проблемы ульяновцев, расскажем далее. Ускорить процесс расселения – суть просьбы. Пятиквартирный дом по адресу Тупиковая 15Б построили в 1946 году. Аварийным признали в 2018-м, но люди в нем живут по сей день. Решить вопрос с переселением в пользу жильцов удалось при помощи региональной программы. 18 миллионов субсидированных рублей разрешили тупиковую для муниципалитета ситуацию. Завершить переселение планируется уже к концу 2024 года. Уже сейчас оформляем все документы под переселение. И начали уже строительство очередного 15-квартирного дома. По крайней мере, те деньги по областной программе, которую вы выделили, поддержали, спасибо большое. У нас ситуация складывается неплохо относительно переселения. Из района в областную столицу. Вопросы капитального ремонта – уровень полномочий городской администрации. Однако в случае с домом на бульваре Киевском ремонт кровли для жителей превратился в вхождение по мукам и перерос в судебное заседание. Уже во время самого судебного заседания представитель городской администрации сделал предложение. То есть мы отказываемся от двух позиций на швы и центральное отопление. То уже тогда капитальный ремонт крыши они вне очереди сделают нам в 2014 году. Но ничего не было сделано. Подрядная организация найдена. По личному распоряжению губернатора. Деньги в городской казне тоже нашлись. А вести контроль за ремонтом теперь личная задача мэра. Ждут вас доклады о том, что работы разрешены. Пишет ремонт. Приведу. Пожалуй, вторая по популярности после коммунальной темы личных обращений – медицина. Модернизация первичного звена в городе и области продолжается планово. До 31 декабря 2025 года в регионе появится 46 фельдшерско-акушерских пунктов. И все же в некоторых муниципалитетах врачи общей практики нужны уже сейчас. Просим вас оказать содействие в сокращении сроков строительства ФАПа. Потому что ездить в больницу до базарной Сызгана далеко. Сократить сроки удалось. ФАП в селе Юрловка будет обслуживать население сразу нескольких сел и откроется до 1 июля этого года. Не успели посмотреть выпуск с самого начала? Хотите найти отдельный репортаж и поделиться им в соцсетях? Сканируйте QR-код на экране и переходите в наше ВК-видео. Здесь, кроме выпусков реальности, все наши программы. В том числе и «Утро с репортером». Переходите, не теряйтесь, подписывайтесь и смотрите, когда и где вам удобно. Разделяй и умножай. Экологический проект набирает обороты и привлекает все больше участников. Наш регион участвует в федеральной программе уже несколько лет. Экопросвещение направлено на детей и взрослых. От ныне живущих зависит, какую планету получат в наследство потомки. Одна из актуальных тем – использование вторичного сырья. Итоги года подвели на форуме «Экошкола-2023». Кто разделял и что умножали, расскажем далее. Ресурсы Земли исчерпаемы, возможности восстановления ограничены. Если держать эти истины в уме постоянно, то спасение родной планеты от рукотворной стихии станет естественным стилем мышления и действий. Планета терпит стихийное бедствие, виной которому бесконтрольное производство, потребление и, как следствие, практически безграничные мусорные свалки. Исправить эту ситуацию можно, если в полном соответствии с названием акции разделять и умножать. Разделять, конечно же, отходы, умножая тем самым благоприятную для обитания человека среду. Каждый должен выйти чуть-чудочку, может быть, из зоны своего комфорта, понять, почему ему нужно сокращать, в первую очередь, потребление, а во вторую очередь, понимать, почему то, что он образовал эти самые отходы. Ему еще нужно сделать усилие как-то над этим, и не просто все свалить куда-то в одну кучу, а донести до правильного контейнера, может быть, даже помыть отходы, о боже. Зародившийся в Новосибирске проект постепенно охватывает всю нашу необъятную страну. Работа предстоит большая, но важная в большей степени для будущих поколений. Не случайно адресатами и активными участниками становятся школы и даже детские сады. В доступной форме детям объясняют самое главное, будет ли человечество жить на чистой планете, зависит от каждого. Начало реализации проекта в Ульяновске выпало на период пандемии, поэтому мы были очень стеснены в возможности проводить какие-то уроки, выходили в интерактив. С 2021 года мы все-таки перешли в офлайн к нам, сразу присоединились в 15 образовательных учреждений. Это совпало с тем, что мы выиграли президентский грант по установке контейнеров для сбора макулатуры в школах. В этом году в акции поучаствовало более 30 ульяновских школ и детских садов. Удалось собрать 51 тонну макулатуры, 5 тонн электроприборов и тонну пластиковых крышек. Работу необходимо поставить на регулярные рельсы, как это сделали в 102-м лицее, который в этом году занял почетное второе место в конкурсе. Мы продвигаем экологическое движение не только в сборе макулатуры, также мы сдавали технику. Мы никогда на праздники не выпускаем шары, так как бережем природу, да, и мы заботимся о птицах нашего микрорайона. Также ходим в прибрежный парк, изготавливают у нас дети собственноручные кормушки. С заботой не только о природе, но и о ближних. Акция «Добрые крышечки» с 2017 года помогает приобрести средства реабилитации детям с инвалидностью, оставшимся без попечения родителей. Собираются крышечки в учебных заведениях, в детских садиках, в организациях. Затем крышечки сдаются в переработку. Переработчик отправляет деньги в фонд. И уже эти деньги идут на закупку реабилитационной техники для детей-инвалидов. С начала акции собрано более 7 тонн пластиковых крышек. 70 тысяч рублей отправлено в помощь детям. Полезных проектов немало. Информировать о них необходимо. Важно наладить контакт с предприятиями-переработчиками, которых тоже достаточно. Практика показывает, многие хотели бы помочь окружающей среде сохранить здоровье. И чем больше неравнодушных, тем сохраннее ресурсы родной планеты. Поэтому эко-просветительские программы будут продолжаться и впредь. Те, кто открывает окно в малую родину. Знание истории места, где ты родился и вырос – основа, помогающая сохранять культурное наследие. Именно об этом рассказали на торжественном открытии слета юных краеведов во Дворце творчества детей и молодежи. Подробности расскажет Екатерина Горбачева. Слово «краеведение» может появиться у нас и не так давно, но как явление оно существовало, конечно, очень и очень давно. Несколько, так сказать, веков назад. Недаром мы с вами гордимся, что Симбирск – это родина летописца, историка государства российского Николая Михайловича Харузина. Для понимания большого важно начать с малого. Изучение отечественной истории начинается с близкого знакомства с родным краем. В этом году региональный слет краеведов посвящен выдающимся землякам, участникам СВО, героям труда, детям-героям. Наше село принадлежало когда-то герою России, участнику войны 1812 года. И вот эта патриотическая нить, она связывает все наши темы с 1812-го отечественной, великой отечественной. И сегодня мы опять защищаем свою родину. И вот все эти экспозиции мы хотим как бы связать единой нитью. Не просто встреча и обмен знаниями. Слёт проходит в формате конкурса. Лучший стимул для участников – искать интересные факты, собирать и систематизировать. Впоследствии этот багаж поможет выстроить мировоззренческий вектор. Каждый может нести свой вклад в судьбу Родины. То, чем вы занимаетесь сейчас и то, чем вы будете заниматься сегодня в том числе, это такой задел, это такая база для всей вашей последующей жизни. Заявки на участие в конкурсе подали 33 команды. Задачи перед собой школьники ставят глобальные. Без помощи экспертов не обойтись. Для участников слёта организовали работу творческих мастерских по четырем основным направлениям. Это виртуальная экспозиция, краеведческий блок, архивный поиск и видеоролик. Вот эти мастерские будут проводить эксперты, которых мы пригласили из Государственного историко-мемориального заповедника Родины Ленина, Государственного архива новейшей истории, многофункционального центра «Дом молодых», из Дворца творчества детей и молодёжи. Вот эти профессионалы, эксперты сегодня детям расскажут, как правильно, как интересно и содержательно сделать и преподать информацию о своём земляке-герое. Я буду помогать ребятам и рассказывать им о том, как вести краеведческий блок. Ну, наверное, больше в принципе о том, как вести блок в социальных сетях. На что стоит обратить внимание, какие тексты стоит там публиковать, как они могут выглядеть. То есть моя задача – максимально помочь ребятам подготовиться к тому, чтобы они могли выпустить свою серию публикаций о герой-земляке. Свой проект по одной из четырёх категорий участники конкурса представят 19 февраля. Екатерина Горбачёва, Сергей Рябухин, репортер 73. 80 лет назад, 27 января 1944 года, закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Единственного в мировой истории города, жители которого почти 900 дней провели под непрерывными бомбардировками нацистской армии. Страдали от голода и холода, отрезанные от мира. Память о жестоких и героических днях блокады, мужестве и героизме защитников и освободителей города почтили в Ульяновске, традиционным возложением цветов к вечному огню. Заветный кусок черствого хлеба и дорога жизни – жуткие слова, знакомые тем, кто провёл 872 дня в блокадном Ленинграде. Тогда измождённые голодом и холодом люди, несмотря на потери и страдания, стойко боролись не только за свою жизнь, но и за свободу. Ленинград в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, он не просто жил там, выживал, он боролся. Школы работали, магазины работали, предприятия работали, выпускали танки знаменитые КВ и ремонтировали, выпускали орудия артиллерийские. То есть город жил полной жизнью в той мере, которая и возможна. И выстоял Непал под натиском врага. По сей день памятная дата снятия блокады – символ воли советского человека и противостояния нашей армии фашизму. Дата, которая надолго останется в нашей памяти. Мы те последние, наверное, поколения, то последнее поколение, которое общается вживую с ветеранами, которые прошли эти дни, как они нам говорят, и в пожелании всегда нам желают о том, что эти страшные дни, и желают нам никогда таких дней не пройти. Сегодня в Ульяновской области проживает всего 37 ветеранов, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. Среди них Галина Григорьевна Елизарова. Рожденная в 1939 году, она должна была стать счастливым ребенком, но война изменила судьбу в один миг. Мне вот будет 85 лет. Из них вот 80 лет я живу в Ульяновской области. Никуда отсюда не уезжала. Сначала воспитывала, вот сначала детским домом. У меня мама умерла от голода в 42 феврале. Папа в ноябре погиб под обстрел, попал тоже в Ленинграде. После эвакуации из блокадного Ленинграда девочка нашла новый дом. Ее забрала на воспитание семья, окружила любовью. Несмотря на такое внимание, отголоски военного времени и страшных потерь навсегда остались в памяти Галины Григорьевны. Ветераны, в судьбе которых есть блокадный Ленинград, больше всех нуждаются сегодня в нашей поддержке. Война наносит незаживающие раны. Хочу вас заверить, что администрация области, я лично, будем делать все для того, чтобы вы жили как можно дольше, ни в чем не нуждались, постоянно были окружены заботой. История для каждого человека, как вторая фамилия. Она говорит о том, кто мы есть, напоминает о подвиге наших предков, отдавших жизнь за свои семьи и светлое будущее страны. Вместе с памятной датой в школах стартовали патриотические уроки мужества. Регион присоединился к всероссийской акции «Трамвай Победы». Для кого-то открытием стали рассказы о роли Ульяновской области в обороне Ленинграда. В годы Великой Отечественной наша область приняла и укрыла от ужасов войны около 500 детей. Тогда для многих голодных и замерзающих блокадников трамвай стал символом победы жизни над смертью, победы над фашизмом. Мы помним Ленинград. Мы с тобой. К 80-летию снятия блокады Ленинграда во Дворце Дружбы Народов Губернаторский царило торжество музыки и правды. Объединились воспоминания жителей блокадного города, документальная хроника и музыкальные шедевры советских композиторов Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева. В эти дни ни один музей не обошел стороной тему блокады. Выставка «Непокоренный Ленинград» открылась в музее «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП». Ремень сделан по образцу блокадного ремня. То есть вот такие ремни производились во время Великой Отечественной войны в городе Ленинград. То есть он был не кожаный. Обычно в Красной армии классические это были кожаные ремни. Но вот этот ремень он называет «благатник», потому что он частично только кожаный, а в основном он из брезента. А кожу в городе Ленинграде всю использовали в пищевой промышленности. Эта особенность, казалось бы, такого простого атрибута, как военный ремень, в полной мере дает понять тяжесть испытаний, выпавших на долю ленинградцев, героических защитников города на Неве. Блокада Ленинграда – это в истории человечества единственное такое уникальное событие было, когда город в таких тяжелейших условиях выстоял и без продовольствия, и армия его обороняла от сильнейшего в мире противника. Кроме реконструкторов и поисковиков, историю несгибаемой воли Ленинграда рассказывают экспонаты, фотографии и личные вещи защитников. Фотографии есть и личные вещи участников дороги жизни по Ладожскому озеру. Также в экспозиции представлена у нас подлинная газета «Ленинградская правда», что тоже является своего рода таким важным документом в истории, отражающий тот страшный на самом деле период. Особое внимание детям, вывезенным в Ульяновск из блокадного города. На выставке можно увидеть фотографии детского дома, в котором воспитывались юные ленинградцы, их одежду и игрушки. Здесь же личные вещи и фотографии ульяновцев, участвовавших в обороне Ленинграда. Многие наши талантливые и полководцы, и простые солдаты непосредственно участвовали в снятии блокады Ленинграда или в обороне ее непосредственно. В частности, одним из командующих как раз Ленинградского фронта был как раз наш генерал Гусев. А фотографии комплекса его здесь представлены. Выставка «Непокоренный Ленинград» в музее «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП» проработает недолго и завершится 6 февраля. Но музей уже начал подготовку к новой экспозиции, посвященной 80-летию Великой Победы. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Приготовились? Поехали! А теперь все вместе! Вместе? Регистрируйтесь в проекте «Всей семьей» и выполняйте простые задания. Выкладывайте фото в соцсети, участвуйте в розыгрыше и получайте призы. Подробности на всейсемьёй.рф Связали с вами касательно смены вашего контактного номера. На номер с окончанием 7810, которое было произведено 27 минут назад. Подскажите, самостоятельное действие проводили? В отделении с операционистом, правильно я понимаю? Дело в том, что произошел вход в ваш личный кабинет. Не характерно для вашей учетной записи мобильного устройства. Во-первых, последовала смена финансового номера, о чем я вам уже говорил ранее. И проследовала подача заявки на аккредитование. Так как эти события произошли в короткие сроки, вызвало подозрение. Поэтому мы связали. Субтитры сделал DimaTorzok Поделитесь новостью по телефону 304073 или в наших соцсетях. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, в ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассниках. Будьте в курсе реальности. Субтитры сделал DimaTorzok